И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкабарт. И сегодня мы, конечно же, будем что-то пить. Но раз вы видите пивной стакан, скорее всего, это будет пивасик. Правда, я объясню почему. Вторник, день вообще непонятный. Он, это не среда, это не переломный момент в неделе. Это не четверг, ожидание пятницы. Это не пятница, развратница, собственно. Это не грустный понедельник. Вторник, это такое неопределенное что-то. Это вот пугающая неопределенность. Что же будет дальше? Поэтому будет, конечно же, пивасик. И пивасиком этим будет, как ни странно, холзан, господа. Вы все говорите, где российская продукция? А вот она. А знаете, где куплена? За 15 комет несвежев в Снове. Я вообще, когда увидел, я, честно, не понял. В чем прикол? Да и вообще, кстати, пиво должно было быть вчера. Ну, открываем потихонку. Пиво должно было быть вчера. И потому что, как бы было логично. Тут дети приезжали, мы в баню сходили. Все вот это вот, знаете, морда красная, как там у Евдокимова было. Иду по деревне, рожа красная и так далее и тому подобное. Но что-то вчера я решил, что пивасик оставлю на потом. Потому что я с ним на тот момент не определился. Что я от него вообще хочу? Сейчас я тоже не определился, но захотел пивасика. Поэтому по чуть-чуть, за начало записи, так скажем. Потом скажу. 10% лагерлайт, так сказать. Халзан, кстати, тут вот некая птичка изображена. Так вот, я на всякий случай нагуглил. До сих пор непонятно, словом халзан обозначался то ли орел, то ли беркут. Тут удали, это было в словаре. И там было, правда, через букву О. То есть тут для пивоваренной промышленности немножко изменили. Но это Очаково. Они имеют право. Один из, в общем-то, достаточно мощных таких заводов. И насколько я помню, халзан в свое время даже чуть ли не первое пиво в России был. Или второе пиво в России. Ну, короче, на высоких местах. Познакомился я с ним в поезде Москва-Саранск. Точно помню. Я брал его и какое-то чувашское, по-моему, пиво. Я не помню. Ну, вот он у меня был так, для разгона. То есть отъехали от Москвы для разгона. Бах, все хорошо. И тогда уже я понял, что это нечто слабенькое такое. Вот, что можно пить по жаре. Да, надо было записываться днем, конечно, на улицу. Но ветер сегодня несколько дурноватый. Хотя сегодня градусник в тени показывал 17. То есть если бы ветра не было, я бы сел нормально под солнышем. Обгорел бы еще больше. За последнюю неделю я с этим, скажем так, удачно справляюсь. И, собственно, пил бы пиво. Но так вот получилось, что вечером и дома. Ну, у меня к нему единственная претензия. Мне бы хотелось... То есть, понятно, это вот такой лагерлайт, я сказал, да, вначале. Это такой светлый лагерочек, который создан для того, чтобы его пить вот летом пожаре. Где-нибудь около озера. Шашлыки готовятся, водочка попозже. А вот пока можно для разгона пивка для рывка. Вот это да, это оно. Но... Достаточно приятный такой вот запах хмеля. Достаточно приятный. Но на вкус нихрена не чувствуется. Как они это сделали, непонятно. То есть, пахнет, да. Вот-вот, всё хорошо. Всё. А на вкус вот именно что-то такое непонятное, разбавленное. Ну, как разбавленное. 10% начальная плотность, ребят. Тут оно таким и должно быть. Но это летний вариант для жары. Может быть, для девочек. Может быть, для слабых мальчиков. Ну, вот такое вот что-то. Но вот как пиво для себя, вот если бы я захотел взять пивасика, я бы, наверное, его не брал. Взял я его исключительно потому, что я вообще не думал, что его в Беларуси можно найти. Я зашёл, посмотрел. Я вообще нашёл несколько разных марок, которые я не видел. Может, Снов живёт отдельной жизнью. Ну, в принципе, вне свежи так и говорят. Что Снов это государство в государстве. И там есть много того, что нету больше нигде. Я уж не знаю, каким образом. Но вот Халзан там был. Для многих, кстати, которые говорят, что, типа, когда уж там российская продукция, возьми там то, возьми это. Ребятушки, где же вы в Беларуси найдёте-то российскую водку? У меня такой вопрос. Вы правда думаете, что Беларусь пускает на свой рынок белорусский, российский алкоголь? Хрена лысого. Хрена лысого. Это только на бумаге Союз. Поверьте вы мне. По факту из российской водки можно найти белугу, русский стандарт, неизвестно как попавший вообще, Онегин и, собственно, тундру. И то тундру, потому что та спиртпром в своё время, очень красиво, когда Лукашенко был в Казани, подсунули на подпись договор, типа, а водочку нашу, ну, он взял да подписал. А вообще в Беларусь российской водке зайти невозможно. И я знаю, что многие пытались, и у меня спрашивали, типа, ну ты же там вроде так всех знаешь, с кем там у вас связался? Я говорю, это бессмысленно, ребят. Это бессмысленно. С дешёвой вы не зайдёте, а дорогая будет стоить столько, что лучше и не заходить. Почему-то именно вот под это пиво мне внезапно захотелось что-нибудь сушёной рыбки. Вот именно под него. Я обычно пиво же беру как? Тёмное, достаточно плотное. Ну, или на коронях просто плотное. Ну, вот здесь хочется чего-то такого. В этом пиве есть некая незавершённость. Просто незавершённость. То есть ты его выпил и думаешь, надо что-то ещё. Хоть чипсину какую грызануть. Ну, чипсину это пошло, сами понимаете. И от этого ещё пузо растёт, а мы с зазож с вами. Ну, вот рыбки. Рыбки бы под это пошло. Это, наверное, первый случай. Не то, что на канале, а вообще в моей жизни, когда я говорю, что вот сейчас бы хотелось рыбки под пиво. Потому что если такое бывает, это возникает крайне спонтанно. То есть сначала покупается рыбка, потому что хочется рыбки. А уже потом думаешь, ну, что я, на сухую грызть буду. Или под коньяк. Ну, пиваська надо взять. Тогда да. Но здесь вот под него конкретно просто хочется. Или это вторник так влияет. Или это начало откровенной весны. Вот тут народ присылает фотки. Говорят, Москву снегом засыпала ещё вчера. Я смотрю, солнышко светит, травка зеленеет, птички поют. Нос, блин, отгорел. Понимаете, собака лежит на дворе. Она лежит вот так в позе. Кверху лапки, пузо греем об солнышко. Как так получается? Хрен его знает. Докапаем. Вообще, очень интересно, как я умею болтать на любые отвлечённые темы. Но тут вопрос в другом. Я хочу, блин, немножко вернусь к комментариям. Ребята, те, кто пишут, что я стираю неугодные комментарии, или ещё что-то, да вы задрали. Я, во-первых, ничего не стираю, у меня давно банлист вообще пустой. Вопрос в том, что, во-первых, у меня запрещены ссылки в комментариях. Просто ссылки банятся автоматически. Уже Ютубом. И опять же, да, я замечал пару раз некоторые комментарии, ну, именно откровенно, конкретно оскорбительные. Реально, я не баню. Я его заметил в телефоне, я на него тиснул, его уже нет. В первый раз я подумал, что это сам удалил. Ну, одумался, типа, может быть. Во второй раз, в третий раз, а потом понял, что это вообще не моя работа. То есть, как бы от меня тут ничего не зависело, это уже Ютуб сам решает, что пропускать, что нет. Поэтому вопросы к цензуре не ко мне. Мне сейчас, например, доставляет огромное удовольствие смотреть за срачем в комментариях. Вот честное слово. Так что чувствую, пора мне уходить в политику окончательно. Надо в президенты, что ли, уходить. Хотя, вот, например, с женой посоветовался, она говорит, нельзя тебе в президенты. Во-первых, что значит в Беларуси идти в президенты? В Беларуси есть президенты. Во-вторых, дело в том, что, как мне жена сказала, ты же никогда в жизни не выйдешь ни на одну пресс-конференцию, ни на что-то в трезвом виде. У тебя уже привычка не та, у тебя уже работает. Это и будет моей предвыборной программой, господа. Человек подбуханный всегда скажет именно то, что думает, а не то, что ему написали вот там вот на бумажках. Тем более, вряд ли я эти бумажки вообще читать буду. Поэтому мысль-то хорошая. Надо как-то обмозговать. Но давайте все-таки вернемся к пивасику. В принципе, легкий светлый лагер. Ни хрена не выделяющийся из остальных. Небольшой плотность. Это такая ливария десятка. Ну, вот аналог белорусский. Но при этом достаточно безвкусный. То есть даже в той же десятке что-то можно найти. Здесь, да, пахнет хмель, да. А на вкус ни хрена. То есть это именно вот дополнение к рыбке. Это разгонная перед водкой где-нибудь на шашлыках. Это летом на море по жаре. Да. Но вот просто так взять из серии пиво попить это, по-моему, вообще не вариант. То есть да, оно пьется. Это не плохо, не хорошо. Оно никакое. Ни туда, ни сюда. И как это пить в принципе мне пока не понятно. То есть да, понятно. Я сейчас обновлю немножечко вот капитошку под заключительную. А то уже опять начинаю забалтываться. Но возьму ли я еще раз? Наверное нет. А если и возьму то вот именно под какой-то из ранее перечисленных способов употребления. И даже наверное под рыбу нет. Я его не буду брать. Я возьму себе вот эту в облачку какую-нибудь а лучше двух. Да. И вот что-нибудь такое плотненькое. Можно красненькое. Можно темненькое. Ой, выходит наружу это пиво уже. Но не светлый лагер. Тем более наверное не этот. Как это было признано лучшим пивом России или там на втором месте или где-то мне понять сложно. то есть может быть по старорусской традиции проплатили получили. Хрен его знает. Может быть просто на тот момент конкурентов не было достойных. Я не помню год когда это было. лет 5-7-8 назад. Хрен его знает. Я его взял исключительно из-за узнаваемой мной надписи. Вот это и вот. Я правда просто не думал что оно в Беларуси может быть. И лозунг расправь свои крылья ну 4-5 крепость. Вы знаете было бы с чего расправлять. С этого крылья не расправятся ребятушки. Тут надо или что-то покрепче или что-то поинтересней. На этой радостной ноте за вас дорогие мои за ваши лайки за ваши комментарии за ваши подписки за то что ждет следующих видео выходящих с пугающей периодичностью и за то чтобы все у нас у всех было хорошо. Хотя в нынешнее время это ой как непросто. Поэтому поехали и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok